От учителя до директора лицея. Такой путь прошла Наталья Бахмесова, почетный работник общего образования России. У руля 18-го научебоксарского лицея она уже 10 лет. На ее счету много наград. Недавно к ним прибавилась еще одна. Наталью Олеговну признали лучшим руководителем года в региональном конкурсе «Женщина-лидер». Всегда красивая, деловая, обаятельная, спокойная, в хорошем настроении. Ежедневно только так встречает Наталья Олеговна учителей и учеников в лицее. Будь успешным руководителем – это ремесло. Но осуществлять все задуманное и поддерживать высокий статус лицея в одиночку невозможно. За 10 лет многое, в принципе, сделано, достигнуто. Поэтому это подведение итогов моего десятилетия в должности директора 18-го лицея. А так я в школе в 18-м лицея работаю с 1994 года. Я собрала команду, которая со мной много работает, потому что без хорошей команды руководитель просто не сможет руководить вот так школой. Поэтому я считаю, что у меня очень хорошие заместители, каждый на своем месте. Самое главное, что стало заметно за последние годы – это улучшение материально-технической базы лицея. Действительно, это одно из главных направлений работы Натальи Олеговны. Во-вторых, я бы отметила ту атмосферу, которая царит в нашем коллективе. Наталья Олеговна очень интеллигентный человек. Она крайне редко повышает голос. И даже если это приходится делать, это всегда бывает очень культурно, интеллигентно. У коллектива нет страха перед кабинетом директора. Любые вопросы решаются очень спокойно, интеллигентно. Высококвалифицированный руководитель, очень интеллигентный, всегда откликается на любое начинание, готова к любым инновациям. В нашей школе мы стараемся создавать в каждом классе ситуацию успеха, для того, чтобы дети могли развиваться в соответствии со своими возможностями и с теми возможностями, которые дает школа. В сочетании с доброжелательной атмосферой, педагогические методики и программы, которые применяются в лицее, дают хорошие результаты. Образовательное учреждение входит в топ-500 лучших школ России и среди первых 200 школ, обеспечивающих развитие талантов учащихся. Ученики школы, победители всероссийских олимпиад, лицеисты, настоящие профи в физике, математике, географии, биологии. Когда нужно участвовать в дистанционных олимпиадах, школа выдает и компьютеры, и ноутбуки, чтобы дети смогли заниматься прямо здесь. Летом мы с учениками из параллельных классов помогали обустроить эту библиотеку. Библиотека переехала в более обширный кабинет. Здесь новые стеллажи, которые очень красивые, радуют глаз. Большое количество книг, которые можно всегда использовать. Существует библиотечный информационный ресурс, Литрес, в котором можно бесплатно скачивать книги и пользоваться. Интерес к точным наукам в лицее прививают уже с начальных классов. Учиться здесь достаточно непросто, об этом говорит и Наталья Бахмисова, но совместными усилиями руководства педагогического коллектива и неравнодушных родителей удается создавать комфортные условия для обучения детей. Мне очень нравится ходить в школу, потому что в школе очень интересно. Я захожу в класс с хорошим настроением, здороваюсь с друзьями, переодеваюсь, готовлюсь к уроку. Наша учительница самая добрая Елена Михайловна. В математике мне нравятся задачи решать и примеры. Какая тема твоя любимая? Умножение на числа столбиком. За последние годы в лицее сделали новую библиотеку, оснастили все кабинеты необходимой современной компьютерной техникой. Наталья Бахмисова планирует участвовать в федеральных проектах, с помощью которых можно сделать школу еще более современной. Например, оснастить информационно-ресурсный центр программой 3D-моделирования. Татьяна Трофимова, Валерий Резюков, Республика.